Здравствуйте! В данном видео я бы хотел рассказать о том, как отправлять Firebase Push Notification, используя Amazon SNS Service. В своей практике я столкнулся с таким вопросом, что нам необходимо было реализовать отправку Push Notification с нашего сервера в наше Android приложение. Так как мы активно используем сервисы Amazon, я посмотрел, что у Amazon есть возможность отправлять Push Notification на Android, а также iPhone устройства с помощью их сервиса SNS. Так у них есть хорошая документация, где указано, например, что мы можем отправлять с помощью Google Cloud Messaging for Android сервиса наши Push Notification, используя для этого наши возможности сервиса SNS. Но после того, как я предложил мобильному разработчику использовать GSM для того, чтобы отправлять Push Notification, он сказал, что сейчас уже этот сервис считается устаревшим, и Google активно предлагает использовать новый сервис Firebase. Я, обратившись к документации, не нашел никакой информации в разделе, касаемо SNS Mobile Push, никакой информации об новом сервисе Google Firebase. Ну, немножко погуглив в интернете, я нашел информацию, что Firebase и GSM сервисы являются обратно совместимыми, то есть, по идее, мы можем работать с SNS GSM сервисом, и при этом будем получать Push Notification в нашем мобильном устройстве, используя Firebase. Но, как бы, при уже разработке я столкнулся с некоторыми вопросами, о которых хотел бы рассказать, чтобы облегчить вам интеграцию Push Notification через Firebase и Amazon SNS. Итак, давайте начнем с того, что рассмотрим, что нам необходимо добавить в Amazon SNS для того, чтобы начать отправлять Push Notification. В первую очередь, нам, естественно, необходим рабочий проект на Firebase. Я не буду подробно останавливаться на том, как создать проект на Firebase, там нет ничего сложного, и существует огромное количество туториалов. В общем, у меня уже есть какой-то тестовый проект на Firebase. Давайте рассмотрим, откуда нам взять серверки для того, чтобы использовать его в дальнейшем. Значит, у нас есть Settings на нашем проекте, и откроем Project Settings, страницу. Далее нам необходим таб Cloud Messaging. На нем мы видим, что у нас есть два ключа. Серверки и Legacy Serverки. Значит, это устаревший ключ, который используется для GSM Service, а это уже новый формат ключа. В принципе, мы можем использовать как устаревший, так и новый ключ для того, чтобы создать нам наш аппликейшн в SNS. Давайте скопируем новый ключ. И затем нам нужно перейти в настройки SNS сервиса нашей Amazon консоли. Я уже открыл эту консоль. Значит, нам необходимо открыть страницу Applications, и здесь нам необходимо создать новый аппликейшн. Значит, с помощью кнопки Create Platform Application создадим новый аппликейшн. Зададим имя, например, Firebase Test. Значит, здесь необходимо выбрать Google Cloud Messaging Service, так как, как я уже говорил, у нас здесь Amazon не предлагает нам новый Firebase сервис. И здесь мы вставим тот ключ, который скопировали с Firebase консоли. Зажмем кнопку Create Platform Application. Мы видим, что успешно создался наш новый аппликейшн. Видим наш ARN, который нам потребуется в дальнейшем при создании кода. И здесь, нажав на ссылку ARN, мы перейдем непосредственно в наш аппликейшн. Итак, здесь мы должны создать наш новый платформенпоинт. Нажмем кнопку Create Platform Endpoint. И здесь нам необходимо указать девайс токена. То есть данный девайс токен вы получите с мобильного приложения, когда будет подключен сервис Firebase, будет создан девайс токен. И по мобильному приложению девайс токен должен быть передан с помощью какого-либо API на ваш сервер, где вы сохраните его для дальнейшего использования и отправки push-нотификейшн. То есть я уже сохранил себе заранее в буфер данный токен. И теперь мы можем создать новый endpoint. Вот, вы видите новый endpoint. И здесь у нас будет использоваться endpoint ARN для того, чтобы отправлять push-нотификейшн. Или через консоль, или через код. Мы должны будем также знать этот endpoint ARN конкретного девайса, чтобы отправить на него push-нотификейшн с помощью Firebase. Значит, теперь мы можем выбрать этот endpoint и нажать на кнопку Publish to Endpoint. Для того, чтобы с консоли протестировать возможность отправки push-нотификейшн. Вы видели вот наш endpoint ARN, платформа ARN, здесь платформа GSM. И если, например, мы здесь укажем какой-то текст для нашего push-нотификейшн и нажмем кнопку Publish Message, мы видим, что вроде как сообщение было успешно отправлено. На самом деле, я не смог с помощью данного теста получить push-нотификейшн на мобильном устройстве. То есть, нужно было немножко поиграться с тем, чтобы заставить наш SMS отправлять push-нотификейшн на Firebase. Давайте еще раз зайдем на отправку сообщения на endpoint. И здесь у нас есть опция JSON Message Generator. Значит, здесь, если мы введем сообщение, например, тест, то мы увидим такой сформированный JSON. То есть, GSM, payload data и наше непосредственно сообщение. Если мы сейчас отправим Publish Message, мы также увидим, что все успешно было, но также у меня не пришло сообщение на мобильное устройство. То есть, этого было недостаточно. И вот здесь необходимо нам несколько поменять наш JSON для того, чтобы заставить SNS отправлять валидное сообщение для нашего сервиса Firebase. Значит, во-первых, нам нужно поменять наш payload data на payload notification. То есть, если вы погуглите про отправку push-нотификейшн на Firebase, вы увидите там формат JSON, где указан notification, ключ. И затем также нам необходимо поменять message на body, а также добавить, если нам необходим заголовок, добавить новый элемент title. То есть, вот в таком формате вы сможете отправлять ваши push-нотификейшн и они будут успешно доставляться на ваше мобильное приложение. Давайте попробуем отправить теперь также сообщение. Мы увидим, да, что все нормально и сообщение было отправлено. То есть, в таком формате мне удалось добиться того, что сообщение было обработано корректно на мобильном устройстве. Давайте теперь рассмотрим кусочек PHP кода, который нам необходимо использовать для того, чтобы отправлять также эти push-нотификейшн и с помощью AWS API и SNS сервиса. Откроем наш редактор кода и я вам сейчас покажу. Значит, мы в нашем проекте написали небольшую обвертку над SNS объектов для того, чтобы более удобно отправлять наши сообщения в SNS топики. Значит, мы используем стандартный здесь наш амазоновский PHP SDK, используем namespace SNS клиента, ну, с помощью, в принципе, синглтона создаем объект, значит, SNS клиента стандартным способом. В общем, мы передаем для того, чтобы создать SNS клиент, мы должны передать туда SNS ключ, SNS secret ключ и SNS регион. И также мы задаем топик ARN, то есть, в данном случае при отправке, значит, push-нотификейшн мы будем здесь в качестве топика ARN передавать наш endpoint ARN, нашего девайса конкретного. То есть, давайте вот рассмотрим метод push-android-message. В качестве параметров входных мы передаем два параметра, это title и body нашего, значит, сообщения. И здесь самая основная часть, которую нам необходимо реализовать, это вот, значит, наше сообщение, которое мы передадим в метод publish SNS. Значит, нам необходимо сформировать в виде JSON-а это сообщение. И при отправке в метод publish мы также задаем параметр message structure как JSON. И давайте теперь рассмотрим структуру нашего, значит, сообщения. Значит, мы видим, что мы передаем в функцию JSON-энкода определенный массив. Массив, значит, состоит из двух основных элементов. Этот массив, первый, значит, ключ default с каким-то дефолтным текстом и массив GSM. Почему я сделал так? Значит, вначале я пытался просто передать, вот, значит, ключ GSM с массивом внутри, который повторяет структуру того сообщения, который мы передавали в консоли. И мне ничего не получилось. Я, если вы, например, повыглите, то вы увидите, в Амазоне есть документация, который описывает структуру JSON-а, который необходимо передать вам в ваш метод для паблиша вашего сообщения. Вот, то есть, да, как бы похожая структура на то, что мы использовали в консоли для теста. И с такой структурой у вас ничего не получится. Вы получите ошибку, что в JSON-е не передан header GSM или default. Так вот, хоть вы и передаете header GSM, оказывается, вам необходимо также передавать и обязательно header default, каким-то дефолтным текстом. Также я столкнулся с такой проблемой, что логично, да, как бы вначале то, что я энкодил массив в таком виде. То есть, вы сейчас создаете массив, описываете в нем необходимый вам параметр и затем применяете функцию JSON-encoder. Так вот, в таком виде вы не получите ошибок, вы получите ID сообщения, то есть, что сообщение было отправлено, но на мобильном устройстве вы не увидите вашего push-notification. Значит, для того, чтобы корректно ваше push-notification было доставлено на мобильное приложение, вы должны также дополнительно кодировать в JSON ваш массив GSM. Только после этого у меня получилось успешно отправить push-notification на мобильное устройство. Спасибо за внимание. Если у вас какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Попробую вам объяснить какие-то моменты, о которых я не рассказал на видео, так как видео получилось довольно-таки сжатым. И я останавливался только на основных моментах, которые у меня вызвали сложности при первоначальном знакомстве с возможностью отправки push-notification с помощью AWS SNS-сервиса и также Firebase сервиса от Google. Спасибо за внимание.